Всем большой привет! С вами я, Полина, и у меня такое полуосеннее полу, суть по всему, зимнее состояние. Снимаю я ночью, потому что что? Потому что это идеальное время для съёмок. И сегодня мы с вами поговорим о прочитанном. Книг получилось безумно много, и я сама от себя вообще на самом деле не ожидала, потому что сентябрь это такой очень трудоёмкий и кропотливый оказался месяц у меня, и я прям, ну немножечко, я бы сказала, рехнулась. Прям вот очень сильно решила я, что я прям взорву просто этот месяц, и прям очень-очень много читала. Короче, давайте не буду томить, поскорее начнём. И, конечно же, я, во-первых, дочитала «Небожители». Я дочитала пятую и шестую часть в сентябре. Просто это... Ну это прекрасно. Это настолько прекрасно, что я просто в шоке, конечно, лишний раз не доставала книги, потому что они у меня красиво там сзади укомплектованы. И да, я сняла отдельный ролик, посвящённый «Небожителям». Я на «Бусти» выставляла все видео по «Небожителям», а именно каждый том я там читала в отдельном видео, и там прям вот такой мини-плейлист у меня в Телеграм-канале можно найти в закреплённых комментариях. Вот, поэтому если кому-то интересно, то, да, переходите, смотрите. Ну и да, я сняла большущий видос, как, скажем так, выговорилась, и в целом тут тоже не буду прям сильно останавливаться, просто имейте в виду, что у меня пошла дикая гиперфиксация, и я, ну, просто дико влюблена в эти книги настолько сильно, что на меня прям плющит просто это что? Это просто... это... у меня нет слов. Всё. В сентябре у нас выпали совместные чтения аж по двум книгам. И одна из них такая достаточно коротенькая, другая гораздо больше. Начну, пожалуй, с первой. Это Долорес Клейборн «Стивен Кинг». Такая малышка. Мы её прочитали буквально за неделю, и темп был более-менее нормальный, то есть все успевали. И эта книга стала для меня настолько сильным открытием, что я вообще вот просто... я ничего не ожидала в этой истории. Получила, во-первых, пинок в лицо с ноги, ну и очень интересную развязку. Не то чтобы это прям самая теперь любимая у меня будет книга, скорее нет, просто впечатлила она меня. Да, вот такая как бы, знаете, есть такая теперь градация у Кинга, книги, которые меня впечатлили, но не в любимых. Вот, автора я всё равно люблю, продолжаю его собирать, читать, вне зависимости от того, какие там у него мерзкие сюжеты. Даже тоже под куполом, под куполом, под куполом до сих пор у меня стоит на полках, и я каждый раз, когда мимо этой книги прохожу, каждый раз вот так на неё смотрю. О чём же у нас эта история? Долорес Клейборн обвиняется в убийстве своей начальницы, получается, Веры Донован, которая очень странным образом упала с лестницы. И её начинает расспрашивать, и она такая «М-м-м, нет, её я не убивала, это вы на меня не повесьте, но я убила своего мужа». И она такая, знаете, книга очень интересно написана в виде её диалога о жизни. Вот, и сначала как-то непривычно, но потом вы очень быстро рассчитываетесь и становится прям очень-очень интересно. Хотя есть, конечно, моменты, которые там чуть-чуть подвисали, но так как книга короткая, этого особо не чувствуешь. Но, скажем так, это прям триггер книга. Здесь такая очень нетипичная тема, но она очень страшная. Вот она вот, как вот её представили в жизни, это очень-очень страшно. Я не ожидала, что здесь такое будет в книге. И многие из тех, кто читали эту книгу, тоже просто такие, «Это что? Это что было? Это он что?» И вот ему вот так вот с отвисшими челюстями просто начитывали эту книгу. Но концовка прям мне понравилась. Мне понравилась, как развернулась история. И, ну, это не прям любимая книга, но интересный такой экземпляр у меня на полках. Опять же, книга написана в виде монолога женщины. И это от Кинга, ну, очень интересный эксперимент. И он, я считаю, удался. Следующая книга, которая у нас была в совместных чтениях, мы её дочитали, точнее, я и тоже некоторые зрители дочитали её прям вот аккурат в конце месяца. Это первая книга из цикла «Рождённый туманом» «Пепел и сталь» Брэндона Сандерсона. Вы просто посмотрите на количество стикеров. Просто жесть. И здесь у нас очень такой странный, интересный мир, покрытый пеплом. Здесь постоянно какие-то жуткие странные вещи происходят. У нас есть туман, очень такой загадочный, непонятная его природа. Есть люди с Ка, это такие как рабы. И есть аристократы голубых кровей. И есть такие некие странные люди, туманчики или рождённые туманы. Ну, там туманчики-то чуть другое, и рождённые туманы-то тоже отдельно. Я просто сейчас могу чуть-чуть путаться, потому что всё ещё под впечатлением. Ну, в общем, рождённые туманы – это, скажем так, маги, которые могут воспламенять внутри себя металлы. И это настолько странно и настолько просто вау звучит. Я вспоминаю, что здесь происходило, и мне прям обалдеть. И воспламеняют металлы они тем, что они, ну, как бы принимают их внутрь. У них есть специальные флакончики, в котором там есть различные смеси, сплавы металлов. Обязательно, чтобы они были чистые, без примесей. И они их употребляют внутрь и потом в дальнейшем сжигают. Вот. Также, если будет какой-то вопрос из разряда, ай, как вообще металл растворяет, там, как он вообще существует в организме человека, да, тут всё в этом плане. Сандерсон прям молодец. Он прям про всё прописал, и здесь всё очень классно работает. У вас вот такие вопросы отпадают сразу же. Он вам всё дотошно объясняет, и это прям просто находка реально для любителей классно крутых, проработанных, прописанных миров с крутейшей магией. Я вообще вот. У меня тут голубенькие заметочки. Это чисто вот описание магии. Вот у нас главная героиня здесь Вин. Она вот познаёт как раз-таки все вот эти металлы. Вот как они работают. Вот и здесь есть приложение в конце по поводу таблицы базовых аломатических металлов как раз-таки. Что, какое, какой металл что делает. Вот. По персонажам здесь тоже. Ну вот. Да, металл, эффект и наименование туманщика, да. И вот как раз-таки что вот здесь вот есть такие там курильщик, хвататель, гасильщик. То есть здесь тоже объясняется, что это и кто это. Вот. Поэтому если вдруг что, тоже Сандерсон тоже нам тут такую пасхалочку оставил, чтобы мы не запутались, чтобы нам всё было понятно. Я это приложение ни разу не открывала, потому что мне просто незачем было. Я всё прекрасно понимала. И здесь вот у нас есть такое некое большинство, очень странный тип, содержитель которого пытаются свергнуть. Вот. Как раз-таки вот люди, различные рождённые туманом. И вот как раз-таки главная героиня, одна из очень редких людей, рождённые туманом, которая может обладать сразу несколькими свойствами. Это лучше почитать, потому что вот так вот я просто вас запутаю, а здесь Сандерсон вам это всё разжиёт, и в голове вы будете понимать, как это работает. Это потрясающая история, от которой я в таком вот диком восторге осталась. Ну это, ну это прям столько эмоций, и я и плакала, и меня и трясло. И мне давно меня так не трясло при прочтении. Просто вот небожители тоже как бы немножечко отдыхают. Я тут, в общем, я колбасила просто дико. Я уже на где-то вот двухсотой странице, я уже заказала себе две оставшиеся части из цикла «Рождённые туманом». Обязательно буду продолжать читать. Думаю, до конца этого года я добью этот цикл, потому что есть такое подозрение, тьфу-тьфу-тьфу, что этот цикл станет у меня один из любимых. Будем надеяться. Также я себе устроила такой негласный марафон русской классики. Я читала русскую классику. И да, у меня здесь почему-то две книги, я куда-то делаю ещё. Больше ничего особо не читала. В общем, это такой, знаете, получился немножко провальный марафон. Но, в принципе, те планы, которые я прям планировала-планировала, я их сделала. Во-первых, я прочитала, наконец-то, Евгения Шварца, его «Опыкновенное чудо», потрясающая история. Ребят, я её перечитывала потом в дальнейшем ещё, наверное, раза четыре. Мне просто настолько понравился слог и то, что здесь написано. И я вам лишний раз тоже не буду говорить сюжет и аннотацию. Но, скажем так, здесь есть парень, который приручается в медведя. Здесь есть принцесса, здесь есть королевство. И вы примерно, наверное, сопоставляете картинку того, что здесь происходит. Но, поверьте, это вообще не то, чем кажется. И здесь также у нас есть ещё одно произведение. Господи, я забыла, как оно называется. «Тень. Сказка в трёх действиях». Да. Вот. Очень потрясающее оформление. Во-первых, сама обложка мне очень нравится. Иллюстрации. Ну, это что-то с чем-то. Мне обе такие сказки... Хотела их назвать повестями. Сказки мне эти две очень понравились. Ну, если то, что я перечитывала ещё на протяжении всего месяца и не один раз, буду перечитывать ещё множество-множество разов. Мне прям очень понравилось. И я, наконец-то, такая, как бы молодец, закрыла свой гештальт, перечитала «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Забыла автора. И расставила в некоторых местах стикеры. И это такая, знаете, будет, наверное, традиция либо раз в год, либо раз в два года перечитывать вот любимые произведения со школы. То есть вот это вот я прям очень его любила. Оно меня прям вдохновляло. Такое всё мрачное, ведьмы. И вот эта вот вся атмосфера мне очень-очень нравилась. И я прям кайфовала очень сильно. И, скажем так, при перечитывании я удивилась тому, что я подчёркивала главу с Понтием Пилатом. Я обалдела. Мне вообще не нравились все вот эти вот переходы, все вот эти главы к Понтие Пилату. Тут я что-то прям подвисла и прям всё понимала, вдумчиво читала. Думала, вау, эта классная книга раскрылась вот сейчас мне в 21 год, что я прям с удовольствием её перечитала. Мне прям понравилось. Что ещё говорить про гениальнейшее просто произведение, которое, я уверена, для каждого раскрывается по-разному. Ещё в течение многих лет будет раскрываться тоже по-разному. Также хочется мне сказать о том, что у меня не получилось в этом, в этот раз прочитать. Это я планировала прочитать «Доктор Живаго», но мне не пошло. Вот просто какое-то вот такое вот очень депрессивно-тигомотное состояние меня прям немножечко задушило и не получилось. У меня не получилось это прочитать. Но я себе отложила эту книгу, я её оставила на следующий раз. Надеюсь, что я её добью и прочитаю. Далее у меня здесь потрясающая тоже книжуля, которая мне прислала издательство «Болынь». Потрясающее такое новое молодое издательство. Они мне прислали тоже, чтобы я познакомилась, вообще увидела, что за книга такая. «Вербы Вавилона». «Мария Воробьи». Это потрясающая история. Она не для всех, скажем так. Это вот та самая уникальная книга, которая вот я вот каждый раз мимо неё, когда вот прохожу, у меня такое, знаете, прям и тепло, и тоска одновременно. Вот она вот такое вот после себя ощущение оставляет, потому что здесь у нас Вавилон. И здесь у нас главная героиня Шемхет. Она жрица смерти, она омывает тела умершие, она их провожает, скажем так, в добрый путь. И здесь у нас магический реализм. И настолько красиво прописанный магический реализм. Боже мой, и вы прям растворяетесь в тексте. Да, некоторые моменты вам кажутся абсурдными, но, боже мой, как это красиво. Вот вы знаете, смотрите на какую-то картину, она настолько бредовая, но она такая красочная и яркая. С этой книгой получилось то же самое. Главная героиня у нас является дочерью, хотел сказать, князя, царя Вавилона. И его убивает его брат. И заходит на престол. И что у нас из этого получается, как у нас меняется все абсолютно. Какие жертвы идет Шемхет, чтобы, скажем так, пробиться на путь истинный. Вот так это скажу. Книга не для всех. Здесь таких иногда мерзенькие подробности есть. И здесь и любовь. Причем очень такая, вот вроде бы банальная, но очень красивая. В конце я просто таяла с этой историей. Это настолько было захватывающе приятно. И грустно. Вот не знаю, что еще можно сказать про эту книгу. Вот она такая красивая, вот просто сама по себе. Вот внутри красивая. И обложка очень красивая. Мне очень нравится. Она такая вот решение. О, господи, стразы по золоту. Вот это вот такая. Все очень красиво. И наряд, и сама главная героиня. И также хочу отметить, что это роман про сильную женщину. Более того, других сильных женщин вы тоже встретите на страницах этой книги. В общем, я получила нереальное удовольствие, читая эту книгу. Я сняла на нее отдельное видео, где мы с вами ее читали. Выйдет она чуть-чуть попозже. Но вы его обязательно увидите. И посмотрите все мои впечатления, скажем так, в таком более живом формате. Далее. Это книга, с которой я познакомилась, просто утонула в ощущениях. Это было так мило и круто. Встреча на полях. Мелисса Фергюсон. Ой, ну это вот книга года. Я каждый раз о ней так нежно и тепло думаю и вспоминаю. Каждый раз, когда я ее вижу, у кого-то у меня аж сердце захватывается. Начинает, знаете, таким трепетом идти по всему телу, и тепло разливается. Вот настолько мне понравилась эта история. Здесь у нас главная героиня. Работает в издательстве, где издается такой очень заезженный нон-фикшн, издательство, которое не принимает современную прозу. И главная героиня работает в этом издательстве. И, более того, пишет любовный роман, вообще не подходящий под тематику издательства, в котором она работает. В какой-то момент она собирается, скажем так, дописать свою рукопись. И в этот момент видишь, что кто-то оставляет ей заметки на полях. Скажем так, все по существу. Говорит, что не так. Почему главный герой то-то, 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 то-то. И раскидывает все по местам. Главная героиня сначала в шоке, а потом у них завязывается такая своеобразная переписка. Скажу сразу. Здесь, в принципе, все понятно. Вот это ром-ком. Ну, это вот прям ярый такой жанр ром-кома. Ну, это так вкусно, так красиво и изысканно написано. Настолько вот вы как будто реально фильм смотрите по этой книге. Видите, что здесь у нас еще и проблемы с, господи, с ее сестрой. Это вообще какая-то странная, конечно, линия. Но, спасибо, она хоть чуть-чуть образовалась в конце. Но это так душевно. Даже не знаю. Вот книга про книжное издательство. Еще и ром-ком. Что может быть прекрасней? Вот столько у меня заметок разных. Я прям каждый раз прям вот прокручиваю в голове сюжет. Я прям мечтаю, чтобы на эту книгу был снят фильм. Вот она прям такая. Прям кричит об этом на каждой странице. Очень красивая, яркая, классная история. Особенно вот в такие моменты, когда вы не хотите ничего какого-то сверх чего-то там. Вы хотите просто расслабиться. И эта история прям для вас. Она еще и такая уютная, такая согревающая, такая теплая. Но здесь тоже есть свои проблемы. А еще самая вот обалденная главная героиня здесь. У нее такой есть свой личностный рост. Как личности на протяжении всей истории. Рекомендую. От сердца отрываю. Мне очень нравится эта книга. Очень сильно. Меня извините. Я наконец-то дочитала один из первых сборников Джима Пачера. Я дочитала его «Луну светит безумцем» и «Могилу в подарок». Две оставшиеся истории. У меня тут они разными стикерами обозначены. И также отмечены здесь. Что я могу сказать? Я купила продолжение на себе. У меня тут посадилизался тот самый сборник, который пропал. Ну, пропал. Вроде как еще чуть-чуть и появляется. Но очень быстро раскупается. «Кровавые ритуалы» и «Барабаны зомби». Это уже третья книга. И я еще хочу себе прикупить четвертую. Просто, чтобы у меня был какой-то запас. Потому что я дочитала этот сборник. Поняла, что я не могу. Мне нужно больше Джима Пачером. Я хочу еще и еще и еще этого прекрасного, харизматичного мага. Со своими приколами. Со своей отшибленной кукухой. С каким он проводит просто все здесь. И жизнь, и расследование. И то, с какой просто, как это говорится, горящей задницей просто летит в пламя. Это вообще забежит просто покорять весь этот мир. Я вообще в шоке. Это настолько вот прям попадание в сердечко. Но мрачнятина та еще, конечно, подробности здесь. Ну, прям такие прям... Ух, ну, это так классно. Это прям драйвово. Очень круто. Захватывает просто нереально. Вот я прям какой-то вот базу какую-то для себя нашла. Вот каким я хочу видеть. Вот городское фэнтези. Вот именно вот чистое, красивое, с кровавыми подробностями. И с харизматичным главным героем. Вот это вот архивы Дрездена Джима Бачера. Люблю просто всем сердцем и душой. Заметок очень много. Жду прочтения просто второго сборника. Мне так кажется, что я вообще просто выключу это видео и начну читать второй сборник. Потому что мне прям, ну, очень интересно, что же там будет дальше. И, наконец-то, та самая книга, которую я вот прям очень сильно ждала сентябрь, чтобы ее прочитать. Это две недели в сентябре. О, господи. Автор Шериф. Шериф. Я не понимаю, как зовут автора. Просто Шериф. Ладно, хорошо. Вот такая вот наикрасивущая книжуля от издательства Корпус. Я прям очень ее вот прям люблю. Она очень красивая. Не знаю, вот она вот какую-то вроде фотография, какие-то люди. Ну, какое-то вот цветовое решение, саму историю очень-очень нравится. Да и сама история, боже. Если вы хотите взять что-то неторопливое, что-то негрузящее. Вот просто здесь описание того, как люди едут отдыхать. Едут отдыхать в свое любимое, такое, знаете, немножко укромное место. Это семья, трое детей. Они уже на протяжении 20 лет ездят в это место. И им не надоедает. И здесь вот такая вот какая-то рутина, как они собираются. При этом вспоминают свое прошлое. И вот мы вот в этих всех прекрасных оборотах плывем. Ну, и описание здесь, конечно, вот опять же на высшем уровне. Я очень много здесь чего выделяла. Мне очень много здесь всего нравилось. И, ну, такая вот душевная книга. Вот для души. Сюжета как такового здесь вот прям нет. Вот это вот реально книга для какого-то такого отдыха, чтобы расслабиться. Вот здесь герои расслабляются, отдыхают. И мы вот головой тоже отдыхаем. Потому что здесь, ну, прям все очень гармонично, все красивенько, без какой-то жести. Все очень приятно и мило. При этом вот мы вот как будто бы нас вот пускают погостить вместе с этой семьей. Вместе с этой семьей отправиться на отдых. И это, конечно, незабываемое ощущение. Первый раз такие вот эмоции чувствую. Очень такая вот настольная книга. То есть ее вот прям читать в моменты, когда, знаете, грустно, ничего не хочется. И вот она прям для души. Книга для души. Прекрасная история. Две недели в сентябре. Рекомендую. Вот такие у меня получились прочитанные книги. За сентябрь делились обязательно вашими прочитанными книгами. Я безумно буду рада их почитать. Тоже что-то поотмечать вместе с вами. Узнать что-то новое. Пишите, что вам понравилось или же не понравилось. Какие книги вы из этих всех читали. Может быть, что-то тоже себе подметили новик. Все, ребят, всех вас безумно люблю. Всем пока-пока и до встречи.